физкульт привет на связи мускул шоп с вами сергей и сегодня поговорим о том какая цена на велотренажеры и вообще с чего формируется цена на велотренажера велоэргометры и какие бывают модели по какой цене можно взять все велотренажеры разделяются на три типа механический магнитный и электромагнитный вот значит электромагнитный нет давайте начнем с самого простого это механический велотренажер который не имеет маховика зачастую стального тяжелого который дает плавность хода он в основном они небольших размеров и рассчитаны на вес пользователя максимум там 80 90 килограмм это из той серии что мы были у нас продажи поэтому на больший вес я их не встречал их преимущество только единственно что низкая цена потому что ценник у них редко поднимается выше там 5-6 тысяч ну на сегодняшний день гривен имеется ввиду конечно эти модели не отличаются плавностью хода потому как у них нет маховика как я уже сказал у них нет большого диапазона регулировки по высоте сидения соответственно поэтому ценник у них невысокий ну и по этим же причинам они не подходят большинству пользователей потому что и вес маленький у них и ну вернее на маленький вес рассчитаны там до 80 килограмм в основном люди уже которые с проблемным весом то есть превышенным начинают заниматься собой и поэтому не так часто берут следующий тип тренажеров это магнитный велотренажер почему магнитный потому что у него есть система нагружения за счет стального маховика то есть у них уже есть маховик он дает плавность хода есть стальная вернее магнитная пластина с магнитами и за счет приближения либо отдаления этой пластины от маховика и меняется собственно нагрузка вот поэтому не называются магнитные и ценник таких тренажеров начинается уже от 5000 и до где-то примерно до 15 15-17 тысяч гривен вот таких в таком диапазоне от чего зависит цена уже здесь в этом в этих моделях магнитных опять же по весу пользователя то есть чем выше вес пользователя тем соответственно массивнее должна быть конструкция велотренажера то есть и вес самого тренажера будет больше уже вы в характеристиках это сможете прочитать и толщина металлопрофиля будет выше и соответственно маховик будет тяжелее потому что тяжелому человеку будет легче раскрутить легкий маховик соответственно маховик нужно ставить потяжелее чтобы была инерция лучше и собственно от этого и зависит цена маховик рама ну и дальше уже конечно есть возможность регулировки если на велотренажере это вообще хорошо то есть если у вас есть возможность подрегулировать его не только по горизонтали вернее по вертикали сидения но и по горизонтали еще вот допустим этой модели вот сидение регулируется по горизонтали и также если есть регулировки угла наклона рулевой колонки как здесь вот то это тоже влияет на цену ну естественно большую сторону и последний тип велотренажеров это электромагнитный вот как раз здесь стоит представитель этих моделей такая модель стоит сейчас 18 половиной но они начинаются где-то вот в районе 15 и стартуют выше почему они дороже они дороже потому что у них стоит дополнительно электропривод который и собственно и меняют нагрузку то есть подводит эту пластину с магнитами ближе и дальше к маховику если в обычном магнитном вы это регулируете регулятором который здесь на стойке расположен то в электромагнитных моделях или велоэргометрах как их называют вы это осуществляете всего лишь нажатием кнопочки вот в электромагнитных моделях у вас есть возможность регулировать задать пользователя выбрать программу и собственно регулировать нагрузку вот всего лишь вращая джойстик ну либо там нажатием кнопки в разных моделях по-разному это происходит вот таким образом регулируется нагрузка на стойке видите никаких регуляторов здесь нету все управление в электронном виде вот такие отличия между велотренажерами и соответственно в зависимости от этого и меняется ценник велотренажера но в общем если взять в целом то можно выбрать себе велотренажер ну хороший по характеристикам со всеми регулировками наклоном руля горизонтальное вертикальное изменение сидения и с тяжелым маховиком но с тяжелым я называют 8 килограмм потому что меньше маховик чем 8 килограмм ну брать можно но людям которые имеют небольшой вес до 70 килограмм дальше уже тем кто потяжелее нужно брать конечно маховик соответственно тоже большего веса можно взять такой велотренажер примеру вот примерно где-то в районе 10 тысяч 10 там 11 тысяч гривен опять же на сегодняшний день на 2021 год из брендов могу посоветовать housefit и кофит что есть у нас еще fit logic есть относительно недорогие модели но с хорошими техническими параметрами и невысокой ценовой планкой вот я думаю в этом видео я уже раскрыл как выбрать велотренажеры какие бывают цены на велотренажеры от чего они они зависят это не просто так что производитель там выпустил модель задрал планку просто так от фонаря и все и покупайте мой велотренажер нет это совокупность определенных факторов которые влияют на ценник если вы все-таки после этого видео еще не знаете как выбрать велотренажер вы можете обратиться к нам магазин за консультацией и мы поможем подобрать вам нужную модель все ссылочки на наш магазин будут внизу под этим видео оставляйте комментарии если какие то есть вопросы тоже можете писать в комментариях стараюсь на все отвечать с вами был сергей кстати забыл сказать у нас на сайте появилось спортивное питание ссылочка тоже будет на него описание заходите если вы спортивный человек ведете активный образ жизни то вам просто необходимо здоровое питание на этом все до скорых встреч увидимся пока пока